приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга сегодняшнее мое видео это отчет в совместном проекте носочная коробочка 2021 напоминаю что организатором данного проекта является катерина шур на канал кати и на каналы всех девочек участниц вы найдете ссылочки в инфобоксе в этом проекте в течение 15 месяцев девочки вязали носочные изделия какие-то следочки тапочки носочки гольфы гетеры и так далее все что согревает наши ножки и вы можете перейти на каналы девочек полюбоваться вдохновиться связать вместе с ними какие-то носочные изделия потому что многие девочки дополнительно снимали мастер-классы на носочки которые они вязали в том числе и я я также вам оставлю ссылочки и подсказочку на плейлист где у меня собраны все мастер-классы по носочкам значит я в свою очередь начала участвовать в этом проекте не с самого начала но тем не менее 15 пар носочков я точно связала у меня точно есть наличие и уже отчет по всем носочкам которые я связала за вот период что я участвовала в носочной коробочке я сниму чуть-чуть попозже у меня будет такой фото отчет потому что очень много носочков у меня нет в наличии но фотографии имеются и поэтому я ну вот выйду таким образом из этой ситуации значит и вы сможете посмотреть кому интересно какие же и сколько носочков носочных изделий я связала за весь этот период что участвовала поэтому кто не подписан обязательно подписывайтесь на мой канал и в ближайшее время вы не пропустите это видео ну и еще я быстренько также хочу сообщить что носочная коробочка продолжаться будет у нас в следующем году это будет уже новый сезон носочная коробочка 2022 и я также буду участвовать в этом проекте очень мне понравилось и носочки вязать и участвовать с девочками и вообще очень интересно кстати очень много вдохновляюсь и у других участниц поэтому еще раз напоминаю проходите вдохновляйтесь ну и давайте наконец-то да перейдем уже непосредственно моим носочкам которые я связала в этом месяце и как вы видите это не носочки на этот раз на этот раз я решила связать следочки следочки для своей дочери значит вязала их из остатков пряжи вообще сначала хотела связать какие-нибудь носочки из остатков пряжи притом не типичной не носочной мне вдруг захотелось такие толстенькие и значит я использовала пряжу я вам сразу перейду к пряже значит пихорка носочная хоть и написано она носочной но я считаю такой состав не носочным потому что носочный состав должно входить сколько-то процентов полиамида а так как здесь его нет значит это не носочный и еще потому что именно с полиамидом носочки более долговечные а вот весь все остальные компоненты которые могут ходить они уже изнашиваются очень быстро значит состав у этой пряжи 50 процентов шерсть 50 процентов акрил высокообъемных 100 граммах 200 метров цвет у меня был вот такой вот серый 414 меланж значит и еще использовала остатки пряжи на к супер ангора значит состав у этой пряжи 35 процентов мохер 65 процентов премиум акрил в 100 граммах 395 метров цвет у меня 104 70 и мне у меня оставалось уже совсем как бы немного этой пряжи и уж очень хотелось ее все-таки куда-то уже пустить на что-то потому что ну из нее я уже что только не вязала я вязала из нее джемпер английской резинкой для себя у меня кстати есть описание на этот джемпер оставлю ссылочку вязала варежки для дочери использовала где-то в игрушках и вот вот что у меня осталось от вот этого моточка который у меня уже был последний когда я связала вот эти следочки и значит от серой пряжи вот у меня тоже остались буквально вот такие вот маленькие-маленькие опять-таки остаточки но не знаю в принципе такие остаточки уже можно и выкинуть но мы вязальщицы такие трепетно относимся к пряже да поэтому я это пока оставлю а дальше будет видно значит вес этих следочков у меня получился 55 грамм вязала я где-то примерно на размер 30 детским значит носочной пряжи у меня ушло 26 грамм вот это вот на к у меня ушло 29 грамм вообще я вязала по мастер-классу с ютубом очень красиво смотрелись эти следочки на манекене ножки да но когда я начала вязать мне очень не понравилось что в итоге у меня получается мне не понравилось как выглядит вот этот вот шов который вот пущен мне не понравилось что они очень расхлябанные то есть вот в этой части они очень болтались и там конечно в мастер-классе тоже идет вот такой декор но я его не стала делать вот здесь вот на конце как бы вот получается мыска да вот здесь вот где были убавки а я им стянула вот я думаю видно да дырочку стянула еще побольше это полотно чтобы это все таки не ну не соскальзывала с ноги то в общем ну то есть такая модель она конечно очень простая там опять-таки мастер-класс на взрослую ногу я вязала на детскую немного делая под себя свои какие-то расчеты поменьше где-то вязала рапортов где-то по меньше петель набирала но тем не менее и как бы немножко и так подрастроилась мне не понравилось и уже перевязывать я не хотела потому что ну здесь и так уже из остатков связано и сколько мне еще их мельчить то есть у меня действительно было бы вот 10 вот таких вот всяких вот моточков если бы я все распустила и что-то из них уже снова вязать это ну уже очень некомфортно поэтому я довязала их все таки вот вышла из положения тем что стянула вот этим бантиком как бы получается вот для паголин когда вот это вот вот эту часть и дочь у меня значит одела и ей безумно понравилось она просто весь вечер в них носилась танцевалась как балеточки они для нее были в общем ей понравилось она сказала что с удовольствием будет их носить в принципе моя задача и была связать что-то такое для ее ног чтобы она с желанием одевала потому что ну зачастую носочки она без конца снимала вроде бы бегает бегает них нет снимет и мне хотелось что-то такое наподобие типа туфелек каких-нибудь связать чтобы она думала что это ну как ну для любой девочки туфельки это вообще как бы замечательно да туфельки сандалики вот и как бы я в общем то добилась своей цели получается она с удовольствием их носик ну а это самое главное ну мне конечно много здесь что не понравилось но я думаю что в будущем я все-таки попробую какие-то другие следочки связать тем более у девочек которые участвуют в этом проекте да очень много мастер-классов на следочки я думаю что вот даже среди них я спокойно могу выбрать подходящие для себя модели поэтому конечно же воспользуюсь возможно в будущем этими мастер-классами но и тем не менее это тоже неплохой способ извязывать остатки пусть даже не совсем носочной пряжи потому что вот для дочери вязать какие-то долговечные носочки да смысла много не вижу носочки да я вижу из носочной пряжи но там потому что другие нюансы на чтобы они были тонкие и так далее а здесь я хотела чтобы она вот бегала по дому сезон у нас закончится я имею ввиду зимний до период когда холодно и они будут не нужны но и заодно она вырастет поэтому если она и за этот сезон их износит а я думаю износит потому что это пряжа действительно не выдержит того что она будет делать с ними поэтому ну и пусть я в следующий раз вижу что-нибудь другой и более интересная новая и на этом я буду заканчивать свой отчет также еще раз напомню не забывайте подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить мой итог мое итоговое видео по этому проекту в котором я выложу все свои носочки носочные изделия также не забывайте ставить лайки конечно же пишите комментарии но я как обычно с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока